Продолжение следует... Но, по-моему, все хорошо. Быстро распространяется позитивогенная информация об деятельности совета и о диссертациях, которые здесь защищаются, и это способствует тому, чтобы мы приехали сюда и ощутили себя частью той социальной группы, которая здесь присутствует, и поучаствовали в работе диссертационного совета. Мой отзыв, как положено, был представлен, как не представляется, в срок, размещен на сайте, поэтому все формальные параметры оценки диссертации известны, с ним можно было ознакомиться. Если позволите, я эту часть, комплементарную часть отзыва максимально сокращу, и основное внимание уделю замечаниям, если нет возражений. Буквально два слова о актуальности темы. Я понимаю, что доказывать ее в этой профессиональной аудитории не представляется необходимым, но тем не менее, буквально несколько слов. Мне очень интересно работать с диссертациями и выступать оппонентом по темам, которые содержат в себе очень тесно связанный клубок буквально самых разных противоречий. Посмотрите, в самом названии темы как минимум три перекрестия. С одной стороны, это право человека свободно выражать свои мысли, право на свободу слова. С другой стороны, необходимость ограничения этого права в интересах национальной коллективной безопасности, безопасности иных лиц. С одной стороны, это ограниченные возможности института подстрекательства и соучастия в целом для оценки вот такого рода призывной деятельности. С другой стороны, все расширяющаяся практика криминализации отдельных соучастных действий на уровне самостоятельных составов преступлений. С одной стороны, представление о пониженной общественной опасности деяний, которые всего-навсего сподвигают преступления. А с другой стороны, наше представление о высокой степени общественной опасности деяний, которые заслуживают криминализации в уголовном образе. Вот этот глубок противоречий, он, конечно, дает такую уникальную тему, и здесь нужно отдать должное и соискателю, и научному руководителю, которые смогли поднять эту тему и очень качественно, как мне представляется, ее рассмотреть. Еще раз отмечу, что все требования, которые предъявляются положением по порядку для суждения ученых степеней, кандидатским диссертациям здесь соблюдены. Это и надлежащая эмпирическая основа, и качественная апробация, как минимум на протяжении трех лет можно судить по публикациям автора, это и надежная эмпирическая основа, все, что надо в этой диссертации, все есть. Более того, в этой диссертации есть даже те моменты, которые заслуживают критика. Неустанно повторять слова своего официального оппонента, который говорил о том, что главное достоинство диссертации – это ее недостатки. Диссертация без недостатков, понятное дело, превращается в банальное учебное пособие, пресное и неинтересное. Эта диссертация заставляет думать, именно поэтому может создаться впечатление, что этих замечаний много, но еще раз повторю, это замечание не потому что, а благодаря тому что. Итак, замечаний несколько. Во-первых, совершенно поддерживаю соискателя в его стремлении выделить в том сегменте преступности, в общем массиве преступности, особый ее сегмент, который связан с распространением именогенной информации. Но есть ощущение того, что некоторые значимые аспекты самого распространения именогенной информации остались несколько за рамками темы исследований. В частности, мне не хватило информации, не хватило материала диссертации о механизме распространения этой именогенной информации. Каков механизм информационного заражения? Существует ли связь, и если какая, то существует причинная, либо иная какая-то связь между распространением этой информации и, собственно, совершением преступных действий. Полагаю, что здесь соискателю надо было подумать над этим аспектом анализа и некоторые свои суждения в этой части предстоит. Далее. Второе. Мне кажется, что некоторые исходные понятия темы оказались не совсем точными, как нефильство. Вот посмотри. Диссертант говорит о том, когда формулируют понятие именогенной информации, указывает, что она, во-первых, возбуждает и укрепляет желание на совершение преступности и обращена к персонально неопределенному праву. Вот два конститутивных признака. Возникает вопрос. Этим ограничивается криминогенная информация или нет? К примеру, информация о наилучших способах совершения преступления. Информация об оптимальных средствах сокрытия преступления. Эта информация способствует совершению преступления? Безусловно. Тем не менее, в авторское понятие криминогенной информации она не укладывается, поскольку непосредственно не сподвигает. Другой вопрос. А если эта информация обращена к персонально определенному праву лица? Конкретно к Васе, к Пете, либо к некой социальной группе персонально определенной. Вот раньше вы для нас в данном случае свойства криминогеноса? Убежден, что нет. То есть вот эти моменты, мне кажется, надо было дополнительно продумать. Еще раз подчеркну, это не лишает права на существование ту формулировку, то понятие, которое предложил В. Брадимович, но сомнения некоторые остались. Дальше. Третье значение. Вот вопрос о понятии криминогенной информации, он приобретает особое звучание, применительно к статье 354.3 Уголовного кодекса, где речь идет о реабилитации нацизма и иных близких действий. Вот посмотрите, остается открытым в диссертации вопрос о самом содержании информации в этом составе преступления. Как известно, в приговоре высокого трибунала содержится очень много данных самого разного свойства, и причем эти данные не всегда имеют прямое отношение к преступным действиям фашистской Германии. Ну, в частности, да, есть информация о том, что СССР заключил договор о дружбе с Германией тогда, после неудачных попыток заключить аналогичные договоры с другими союзниками, с Великобританией и Францией. Отрицание этого факта, факта установленного Нюрнбергскому трибуналу, отрицание этого факта, есть преступление? Формально? Получается, да. И соискатель прямо пишет, вот я цитирую на 92-й странице, смотри. «Искреннее убеждение исследователя-историка о научной недостоверности того или иного факта, отраженного в тексте приговора Нюрнбергского трибунала, не исключает преступного характера действий по его публичному отрицанию». «Формально все правильно, а по существу? Разве подобного рода действия опасны с точки зрения конституционно значимых целей ограничения права на свободу?» «Совершенно не будет». «Какие ценности в данном случае ставит уголовный закон под охрану?» «Мы имеем очень тонкую, очень опасную линию, в данном случае». «Линию, связанную с тем, что посредством уголовного законодательства мы можем моделировать учебники по СССР». Алексей Григорьевич, как человек с историческим образованием, который у меня, поймёт, что это очень опасно. Мы уже имели краткий курс один. Ну, как бы, вот, всё идёт к тому, что мы можем получить краткий курс два, второй редакции, посредством вот этих вот нескольких статей уголовного законодательства. Это очень опасно. Полагаю, что все эти теории, которые автор разработает, ответы на эти вопросы просто не обходят. Да, есть несколько замечаний к частным выводам соискателя относительно квалификации тех преступлений, которые он рассматривает. Ну, допустим, на странице 75 он вроде справедливо утверждает, что положение закона уголовного о пределах его действия по кругу лиц, в принципе, позволяет привлекать к ответственности по соответствующим статьям закона иностранных лидеров иностранных актеристов. Формально, да. Однако, положение, что и автор в своей практике имеющейся должен понимать уголовно-процессуальную бесперспективность подобного рода деятельности. А тогда возникает другой вопрос. Не превращаем ли мы таким образом уголовное право в фарс? Не превращаем ли мы уголовный подвес просто в демонстрацию политических намерений всего-то нас? По сути, фарс. Уголовно-политические последствия подобных акций представляют вполне понятны. Далее. Здесь уже возникал вопрос по социальной игрушке. Все прекрасно понимают неконкретность этого термина, неконкретность, неопределенность этого признака. Ну, посмотрите, что пишет соискатель. Обвинения в неконкретности признака социальной группы не обосновывают неконкретности самого уголовного закона. Полагаю, что здесь желаемое выдается за действительность, поскольку неопределенность одного из конститутивных признаков состава преступления с необходимостью предполагает неопределенность нормы и законов этой части. Соответственно, надо было найти какие-то иные языковые средства, как раз-таки, для уточнения этого признака состава преступления. Не могу пройти мимо и такого замечания относительно авторского предложения о дифференциации уголовной ответственности в СМИ в зависимости от регионального или федерального статуса средства массовой информации. Понятно, что сегодня практически все региональные средства имеют свои странички в сети, и поэтому грани между региональным средством массовой информацией и массово-публичным этим средством, она очень тонка. Полагаю, что это предложение соискателя лишено основы. И последнее предложение касается рассуждений соискателя относительно санкций. В СМИ он пишет, что любые конкретные предложения по конструированию санкций обречены на поверхность. Страница 134. Мы привыкли, наверное, к тому, что практически во всех диссертациях по уголовному праву вопрос моделирования санкций остается зарамплением текста диссертации. Ну, как-то считается, вот законодатель есть, законодатель и придумает необходимую санкцию. Почему? Уж если мы берем на себя смелость конструировать признаки состава преступления, мы должны быть последовательными и решить вопрос о том, а какого же наказания заслуживает это преступление? Или как минимум определиться с его категориальной принадлежностью или с теми оптимальными видами наказаний, которые были бы наиболее эффективны в данном конкретном встрече. Указанные замечания, еще раз повторю, на первый взгляд их много, но это замечания, которые отражают безусловные достоинства рецензированной диссертации. Она заставляет думать, она содержит массу полезной информации. Убежден, что у этой диссертации и у соискателя большое будущее. Представляется, что эта диссертация соответствует всем требованиям, которые установлены в девятом пункте известного положения, а ее автор Инвер Мурадин Новичкунов заслуживает по моему представлению искомой степени кандидата в юридических наук. Благодарю за внимание.